Главных гостей на мероприятии, к которым уготовились несколько недель, встречали уже у входа в школу. Мы решили подарить открытки ветеранам в честь 23 февраля. Сделать им такой маленький подарок от чистой души. Подготовленные ребятами театрализованные представления имеют обоюдную пользу. Ветераны посмотрят концертную программу, а ребята в свою очередь познакомятся с ветеранами. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение увидело наших ветеранов, нашу гордость, за которых мы гордимся. Чтобы видеть, как они живут, как они жили, чтобы они об этом рассказали нам. Когда те, кто уже на деле доказал свою мужскую стойкость, заняли места в зале, началось действие, к которому так долго готовились ребята. В репертуаре концерта хореографические композиции, вокальные номера, поэтические произведения. В семье Георгия Попавы о мужской доблести знают не понаслышке. Отец ветеран чеченской компании. Гриш уже манит море. У нас номер про моряков, которые только что сошлись на берег развалочкой. К ним подходят девушки, они танцуют. Про то, как веселятся моряки. Для нашей армии, как и для всей страны, 90-е годы явились тяжелым испытанием. Советские вооруженные силы тогда перестали существовать. На смену им пришли российские, плохо финансируемые, держащиеся лишь на великом наследии советского прошлого. Сейчас времена изменились. Очень рад, что снова возродилась эта традиция, что военные стали в потете. И невзирая на все те сложности и трудности, которые окружают наше государство, нам нужны достойные, грамотные военные кадры. Теперь в военных училищах конкурс по 10 человек на место. Профессия «Родину защищать» снова почетна и цена. Не случайно девушки вновь мечтают выйти замуж за военнослужащего. У военных дисциплина гораздо лучше, чем у обычных граждан. Они, мне кажется, сильнее, и на них можно положиться. Мужчины нашей страны должны, конечно, уметь защитить Отечество. Но хорошо бы было, чтобы этот навык им никогда не понадобился на практике. А военная дисциплинированность и целеустремленность пригодятся и в мирной жизни. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.